всем привет с вами sr20 гараж мы зимой ничего не выпускали к сожалению но наступила весна и пришло время рассказать то чем мы занимались а на самом деле мы практически ничего не занимались в гараже но зато впервые в моей карьере дрифтера уже многолетний я все-таки участвовал в зимнем дрифте и о том как это было мы расскажем в этом видео а получился так всю осень и начало зимы я строил для себя зимнюю бмв на вывороте на такой около зимней правильной подвески но случилось так что мне предложили ехать на жигуля к чему я был несказанно рад потому что бмв было жалко на самом деле бить я покупал именно для зимнего дрифта но она оказалась слишком ровной для того чтобы начинали мять жигули оказалась не сильно подготовленная она как бы подготовленная была был ручник какие-то там сидения руль и так далее но на самом деле по факту настроек передней подвески не было она как-то так не сильно цеплялась резины хорошие не было пришлось первый этап проехать ну такой на тоненького зимнее соревнования это был первый этап второй этап так вот второму этапу мы решили подготовить основательно я сделал подвеску что-то там поднастроили карбюратор и так далее но прогадали в одном моменте вместо того чтобы надо было настраивать автомобиль надо было все таки ездить на этих жигулях чтобы показывать результат а тренировался как оказалось и как получилось на бмв и это немного точнее совсем разные вещи вот поэтому результат конечно оказался плачевным но я думаю что это первая моя зима вот к следующей зиме мы что-нибудь подготовим интересненько и будем уже рвать такую же по-серьезному мы думали что зимний дрифт не очень будет популярен беларусь но как оказалось приехала там до 50 участников там в таблице которая была уже после финальной после двух этапов там что 56 участников всего прошло через такой наш маленький чемпионатик и это довольно таки серьезная цифра даже сравнить как в москве проводится в мячиково жж мацурина который приезжает 150 участников но это большая москва вы понимаете а минска и беларусь не такие маленькая но несмотря на это большое количество участников приехала и принципе не совсем удачное выступление как бы этим даже немножко комментировалась участники нашему зимнем мацури были настолько разноплановые начиная от наших топовых пилотов как димана гула я денис клещевский саша план там и были новички и уже такие матерые зимние дрифтеры которые нормально вставляли участников белорусского чемпионата уровень на самом деле такой был достаточно серьезный для таких любительских подкатушек подкатушек на вопрос что же с летним ниссаном у меня ведь я с осени ищу партнеров спонсоров но конкретного пока ничего есть ребята которые за меня зацепились я думаю что вы уже догадались о ком это на на алто который предоставили как раз таки мне жигули за что им огромное спасибо вот я надеюсь что с ребятами сработаемся но пока ничего конкретного мой автомобиль стоит в том же обличье ничего не сделано я уже некоторые вещи подготовил к сборке но по факту вниз они до сих пор даже не поменено масло что для меня это вообще это как такое может быть касаемо технической части у меня есть планы хотя остался всего лишь месяц но планах у меня поставить коробку от бмв потому что мы уже наломали кучу коробок за прошлый сезон поставить правильные кулаки уже с хорошим выворотом из правильной работы подвески далее ставлю другой контроллер по бусту мы хотим приблизиться к цифре 500 сил для того чтобы конкурировать это уже будет серьезная машина вот и на этом наверно все надеюсь мы быстро это все сделаем начнем тренироваться чтобы показать реально класс по планам у нас проехать все этапы чемпионат беларуси как обычно далее посетить максимальное количество выставок каких-то движей тренировки при раны выезды в город даже банально собираться с друзьями на чаек и все это делать в грифтовой атмосфере я думаю что это пройдет вот так ребята у меня к вам два вопроса так как в этом году мы планируем снять достаточно большое количество видео будет ли вам интересно обзор не только эшерных машин но и других интересных проектов которых я мог бы вам поведать пишите в комментариях второй вопрос я планирую запускать прямые эфиры в которых мы будем общаться онлайн и вы можете задавать для меня вопросы на которые я буду отвечать за ним будут могут быть технические либо о дрифте либо а в чем угодно так что если вам интересны эти две темы оставляйте комментарии ставьте лайки и подписывайтесь на канал и дергайте где-то здесь колокольчик дергайте короче забуденцы до новых встреч пока так что если вам интересны эти две темы оставляйте комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал так что если вам интересны эти две темы